я честно говоря долго готовился к этому ролику я просто не знал как презентовать данный электрокар домфан мы уже много говорили об этих совместных предприятиях nissan honda но сегодня так сказать крестный отец всех этих движений домфан сингфэн с 50 и перл инкорпорейта 2020 и поехали introduction будет недолгий мы получили 4.7 метровый седан то есть машина достаточно длинная основное преимущество основное преимущество данной телеги в том что здесь стоит аккумулятор к сожалению не литий-железо-фосфатный но трехкомпонентный литий-ионный хороший аккумулятор емкостью 57 киловатт-часов что позволяет проезжать автомобилю на одном заряде около 4 115 километров вы скажете да нет это все неправда он проедет намного меньше нет ребята на самом деле где-то так он и проедет достаточно экономный двигатель мощностью 163 лошадиные силы если не ошибаюсь в паре с таким большим с большой ввб дает приблизительно вот такой пробег на одном заряде дальше у нас следует задняя часть нашего электрокара он называется как я уже говорил домфэн здесь такой виде китайской каллиграфии выполнена надпись фэнсин это его модель здесь явно прослеживаются какие-то общие черты наверное с крейскими автомобилями даже несмотря на то что автомобиль сделан на платформе nissana самое время перейти к багажнику даже несмотря на то что цена этого электромобиля в украине 22 тысячи 500 долларов в дополнение вы можете получить отличный презент багажник вместимостью 400 литров то есть большинство вещей и не только вещей сюда спокойно могут поместиться идем дальше перейдем к разъемам сразу говорю много обещать не придется ничего нового там не увидите там два разъема gbt для быстрой и для медленной зарядки но как она открывается это просто блеск здесь у нас зарядочка для зарядки с красным током максимально поддерживает 125 ампер то есть ориентировочно под украинские зарядки она отлично будет заходить 50 киловатт в час состоянии принимать этот автомобиль далее мы имеем медленную зарядку переходник уже идет в комплекте к медленной зарядки сразу при покупке автомобиля то есть вы сможете заряжать ее на общественных станциях у себя дома и так далее максимальный зарядный ток 7 киловатт то что касается разъема gbt его можно будет переделать под чадема стоимости даже не хочу озвучивать это не так дешево в украине но придется в основном это стоит около 1000 1200 евро но здесь меняется разъем здесь меняется мозг компьютера то есть достаточно кропотливая переделка которая займет где-то около одного-двух дней перемещаемся внутренне столовое пространство убираем сумку я прошу прощения за чехлы надо понимать что автомобиль новый здесь все выполнено в лучших британских традициях круглый круглообразный селектор коробки передач электронный стояночный тормоз авто холд есть даже режим спорт про режим спорт даже не буду напрягаться он просто немного жестче реагирует на педаль нажатия газа все к сожалению это минимальная комплектация также есть комплектация более высокого класса здесь будет стоять вот в этом месте будет стоять 7-дюймовый экран мультимедиа здесь же сейчас есть разъем под юсб флешку для того чтобы слушать музыку радио какой-то минимальный эквалайзер но даже как как ни странно не завезли bluetooth и это меня даже разочаровала потому что я честно говоря не представляю автомобили современные автомобили без bluetooth и это девятнадцатого года автомобиль есть уже 20 21 которые отличаются небольшим минимальным рестайлом но суть приблизительно остается та же минимальная комплектация нет мультируля то есть вот он такой простенький сделаны из обычных композитных материалов дворники поворотники аварийка есть прикуриватель точнее розетка здесь есть два подстаканника неплохие подлокотник на магнитах обратите внимание причем достаточно глубокий то есть сюда можно положить пол-литровую бутылку чего-либо нет также он закрывается на магнитах вот это очень достаточно интересное решение которое лично мне даже зашло электростеклоподъемники они не автоматические то есть пальцем надо будет дожимать и все в принципе вот как-то так в минимализме но по своему опыту знаю чем меньше каких-то отдельных частей тем меньше автомобиль ломается и возможно это даже хорошо еще один момент который указывает на то что это минимальная комплектация здесь нет климат-контроля то есть здесь все накрутилка все ручною и также здесь уже есть вырез под максималку это вырез для кнопки старт-стоп и в данном случае у нас ключевой доступ то есть заводится автомобиль с ключа вас во всем остальном это открытие багажника происходит из салона открытие порта зарядки также из салона электронная регулировка зеркал и наклона фар все что можно было сказать мне кажется я уже сказал перейдем заднему ряду я вам скажу честно место для ног здесь вдоволь не забываем что машина в длину практически 5 метров 4.7 метров если быть точнее тут если быть точным здесь сзади есть вот вот ребята ссоре подлокотник не завезли поэтому будете сидеть как в такси все-таки изначально эта машина больше продумано как под такси большой аккумулятор минимальный набор функции но зато чем проще как я уже говорил тем надежнее если вы хотите себе простой автомобиль который будет отлично возить вашу пятую точку из точки а в точку б это она это будет правильный выбор здесь у нас есть зарядка на 2.3 ампера и для юсб кабеля и также небольшой прикуриватель 12 вольтовой мощностью 120 заднего климата увы нет но я вам скажу передний здесь нормально так продувает весь салон поэтому вопросов возникнуть у вас ладно перейдем к тест-драйву забыл сказать о спидометре здесь у нас видно вольтаж то есть напряжение аккумулятора есть датчик оборотов двигателя также есть спидометр с левой стороны и с правой стороны стрелочный показатель уровня заряда батареи оставшийся заряд оставшийся пробег на одном заряде одометр и что немаловажно есть даже датчик давления в колесах и датчик расхода ампер то есть отрицательный и положительный ампераж когда машина заряжается он положительный когда машина едет он отрицательный это понятно рекуперация здесь неплохая машину подлавливает но только ниже с определенной скорости как по мне где-то в районе 70 километров в час рекуперация начинает срабатывать моментально на высоких скоростях машина думает что вы на автобане и поэтому не включает рекуперацию в целом в целом определенный перечень плюсов этого автомобиля мне понятен это его минимальные какие-то напичканности то что делает его более долговечным композитные материалы хорошая сборка подвеска вы видели размер амортизатора это поверьте по своему опыту знаю это далеко не на каждый китайский электромобиль ставят такую подвеску она действительно ядерная такая мощная вот ну и бишь само собой разумеется большой аккумулятор который даже в режиме вилтепи даже не ндс и а вилтепи 415 километров на одном заряде я считаю что это очень достойно да и честно говоря вот я сейчас еду по киеву и скажу вам честно я доволен я доволен автомобилем очень мягкий приятный ходу отлично держит дорогу прекрасно управляемость динамика свойственная любому электромобилю как-никак 160 лошадиных сил я думаю есть будущее есть будущее у дон фанга тем более она есть в украине если вам понравилось это видео вы можете поставить лайк если не понравилось можно поставить дизлайк рассчитываю на вашу подписку на канал если вы интересуетесь тема электромобилей и увидимся в следующих обзорах пока